Всем привет! Сегодня приготовим французский слоеный багет. В чаши миксера смешиваем все ингредиенты. Теплое молоко, яйцо, размягченное сливочное масло, дрожжи быстро растворимые, сахар, соль и муку. Ставим насадку крюк и вымешиваем около 10 минут. Если у вас нет стационарного миксера, то просто замешиваем тесто руками. Когда тесто стало однородным, перекладываем его в чистую посуду. Накрываем сверху пищевой пленкой и делаем небольшое отверстие. Оставляем его в теплом месте подниматься примерно в два раза. Я оставляю тесто либо в выключенной микроволновой печи, ставлю рядом стакан горячей воды, либо в духовку и ставлю температуру на 30-40 градусов. На подъем у меня ушло полтора часа. Рабочую поверхность припыляем мукой и раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Поверхность теста смазываем растопленным сливочным маслом. Складываем тесто и сверху смазываем сливочным маслом. Складываем еще раз, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике примерно минут на 40. Либо можно поставить в морозильник минут на 15. Настаем тесто и снова раскатываем толщиной примерно в 3-4 мм. Поверхность смазываем растопленным сливочным маслом и заворачиваем тесто в рулет. Края из шов хорошо защипываем, чтобы он не развернулся. Тесто перекладываем на пергамент и сверху смазываем яйцом. По желанию сверху можно присыпать кунжутом, я использовала белый и черный кунжут. Теперь берем очень острый нож и в одну сторону разрезаем тесто. Надрезы должны быть глубокие, примерно до середины багета. Багет оставляем подходить примерно на полчаса в теплом месте. Затем духовку разогреваем до температуры 180 градусов и печем ориентировочно 20-25 минут. Багет получается очень красивый. Сверху у него хрустящая корочка, а внутри мягкий слоистый мякиш. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова